Я своими глазами видел на ОЗИ плод и сердцебиение. Беременность точно была, может потеряли генетики плод, может во мне до сих пор, но тогда должны быть какие-то симптомы, температуры, боли. Вы видели своими глазами, что была маточная беременность. И когда беременность начинает прерваться, то плодик может выйти. И когда плодик выходит, возможно, он вышел просто с кровенистыми выделениями, в виде сгустков, в виде каких-то пленочек. Это очень частая ситуация. Поэтому здесь не нужно никого винить, не нужно винить ни акушерно-гинекологов, они здесь абсолютно не виноваты. Особенно, если проводится вакуум-аспирация плода, то есть это просто фактически как такая мясорубка затягивает, мясорубка затягивает оболочки туда, если это потом дать. Или выскабливание, где просто это все элементы плодного яйца могут оказаться в той зоне, которая оказалась в виде кровяных просто сгустков. Мы видим это сплошь и рядом. Не удивляйтесь, что такое бывает, потому что плодное яйцо занимает в это время только очень небольшой сегмент слизистой оболочки матки. Все остальное – это обычная децидуальная отпадающая оболочка, это слизистая оболочка матки с так называемыми децидуальными изменениями, которые характерны для беременности, но ворсин там нет. И вот исследователь, когда он выбирает, он выбирает вот это, это, это стекло взять на исследование. Там не используется такое тщательное, вот прям вот обязательно найти, вот обязательно вот это нужно что-то такое сделать. Делается просто гистологическое исследование, добротное, по какой-то заведенной методике, но такое гистологическое исследование, оно иногда бывает, теряет вот эти ворсинки. Поэтому, если у вас, если у вас, если у вас, если у вас видели плодное яйцо в полости матки, значит это не в нематочной беременности, это уже хорошо. Если, ну и анализ на ХГЧ сдать не помешает просто для того, чтобы понять, есть или нет функционирующая ткань хориона в полости матки. Опасности для здоровья здесь какой-то на сегодняшний момент нет, просто сделайте и... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова